Теща это мама жены. Почему мост так называется? Что-то какая-то замечательная версия, только не здесь. Это мы уже с вами с 19 века. Да? Я знаю его так назвать, потому что он такой длинный, как теща. Вот, это тоже такая версия, но это больше шутка, которую мы рассказываем для туристов, а на самом деле да. На территории современного приборского бульвара было древнегреческое поселение. Эта колонна, она выполнена, как видите, древнегреческие горки, красивые колонны, как раньше строили древние. И вот с этой колоннадой он с удовольствием любовался на борт, надела рук свои. А мелкие монетки, именно монетки, это были маленькие, такие красивые дельфинчики. А на территории нашего города, вот там чуть дальше уже, во второй части Приморского бульвара, находится, наверное, вы обращали внимание, под таким стеклянный, как треугольник. И там какая-то яма. Часто мне говорят, так вот это что. А мы думали, там террариум. Иногда мне говорят, так вот, ребята, там находятся законсервированные, накрытые стеклышком раскопки древнегреческого города. И дело в том, что когда в ходе ряда русско-турецких войн эти земли были, турки отсюда были изгнаны, и уже тогда Российская империя строила, либо основывала новые города, они начали называть их на греческий манер. Так появился Севастополь, Симферополь, Тираска, Лавидиополь, Сирсон. А Екатерина II, мы с вами говорили о том, что здесь была турецкая военная крепость, а вот называлась это, возле нее было татаро-турецкое поселение Хаджибей. И когда Екатерина II подписывала указ об основании города, она написала в указе следующие слова. «Уважая выгодное положение Хаджибея при Черном море и сопряженные сонным пользой, признали мы нужным устроить там военную гавань купно-скупеческой пристани». «Уважая выгодная полоса» «Уважая выгодная полоса» «Это и дерево сердца, это наши одесские часы, там где столбик с часами и фигурки вокруг. Нет, баблучи его украли. Ай-яй-яй-яй-яй, абсолютно кому он понадобился, не знаю». «И вот Михаил Рева, вот дальше мы с вами увидим Сантан, это тоже его произведение. Вот он придумал такое замечательное яблоко. Это, конечно, отсыл к сотворению мира, адахового яблока». «Он изначально создавал это тем, чтобы мы вот так вот брали за это яблочко и загадывали желания». «Там Михаил Рева, что это могут быть и женское лицо, и мужское лицо, как бы двулики яны. Но в любом случае он назвал это положительное. Такое, знаете, как бы древо. Поэтому можно трактовать по-разному. Но изначально он мне был очень странный. Мне уже к нему привыкло, и он мне даже сам нравится. В вечернее время он спортистый и нравится очень верно». «Он изначально не может быть и женское лицо, и он мне очень верно». «Он across boats с повязкой у нее завязанной глазки». «Повязка» «Почему?» «Потому что суд должен быть беспристрастным. И до последнего должен разобраться. «Идоваться тем человек не любит». «У нас они с незавязанными глазками. Почему?» «Потому что вот тот самый yumfi ришелье, он настолько был честным, я уже об этом говорила, рутно одинаковый. У других птичек там может немножко меньше, а у страуса одинаковые. И в древнем Египте эта птица была символом правосудия. Ну и у нас бегали тоже страусы в южной части нашего города. В 1994 году сеть была заложена одна из первых птицей во имя Великого Мороза, и тогда финансирование строительства было закончено, да. Поэтому давайте я расскажу громче, вас просто не совсем хорошо слышно, я больше так, да. Так вот, и говорит, не буду строить город, все. И церковь из-за финансирования была недостроена, ее потихоньку растянули на строительные материалы, и она канула в лето. Но, когда в городе уже были купцы, которые говорят, в смысле, как же так? Мы уже тут потихонечку наладили свое дело, свою торговлю. Как это, вот это вот, заканчивать этот проект? Нет, надо спасать ситуацию. И тогда в Одесский залив взошло греческое судно, на котором были афельсины, тогда их называли померанцами. И они говорят, о, Эврикам, мы знаем, как будем спасать город.